Еще вчера с дамбы Северной в Абадском районе воды не было видно совсем. Сегодня обстановка другая и Шим медленно растекается по полям. На дамбе круглосуточно дежурят сотрудники МЧС, а местные жители выходят посмотреть с удивлением на приближающуюся большую воду. Здравствуйте. Была такая у вас большая вода? В 17-м году была. Сейчас быстро идет? Да, очень быстро прибывает. За сутки больше двух метров. А это дорога на Викулова из Абадского района. Река Кетерня соединилась с рекой Шим и вышла из берегов. Если посмотреть, уже видно, что начала подмывать дорогу. Вчера я ездил, не было ничего вечером. Вот сегодня уже дорогу на руку перешла. Сегодня в Абадском районе снова работает губернатор Александр Мор. Он лично инспектирует состояние там. Мы ее повысили, исходя из максимально возможного уровня воды, прогноз, который нам дает разоброс гидромет. И даже с небольшим запасом взяли для себя плюс метр. Ну, что называется, на всякий случай. Вы видите, что сейчас уже уровень воды практически 11,50. Это уровень, ну, уже, будем говорить, с 17-го года. Вода еще прибывает и, видимо, прибудет. Но очевидно, что уже запас есть. Вот. И сейчас самое главное – это, конечно, окоруливание, патрулирование и своевременное выявление и устранение протечек. Сегодня наша съемочная группа работала и в Ишиме, и в Ишимском районе. Мы пообщались с местными жителями, чьи дома оказались в воде. Они уже получили первые выплаты в 50 тысяч рублей. В субботу написала заявление, а в понедельник мне уже деньги пришли на счет. 50 тысяч единовременное пособие. Хотя бы на что-то на первое время, на питание. Вода шла в пятницу, началась. Пошла она быстро, с утра. Зато случился на Старом мосту. Мы пошли посмотреть туда. Там посмотрели. Это страшное дело, конечно. И когда затор этот убрали и вода хлынула, то здесь затопило все. И неутешительный прогноз сегодня дают гидрологи в Ишиме, Ишимском, Казанском районе. В течение двух дней ожидается новый подъем воды. А стоять нынешний паводок будет еще продолжительное время. Екатерина Каченко, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.